У СМИ тоже есть учредители, интересанты, которые их выстраивают под определенный формат. Чем руководствуются? К сожалению, объективных на 100% СМИ просто в природе не бывает. Поэтому ту, устраивающую тебя по разным причинам и по разным составляющим субъективную картинку реальности, ты должен собирать сам у себя в голове. Вот где то СМИ, та конечная правда для тебя лично. Она не объективна, правда и объективна идеальная СМИ, но твоя личная лента новостная и твоя повестка дня, она собирается только у тебя в голове. То есть, если ты имеешь внутренние критерии, которые выработал благодаря чтению, общению, той же самой вере, вот эти критерии позволяют тебе, пропуская через них поток, сформировать свое видение, ну нельзя, наверное, иметь видение во всех областях, в той области, в которой ты хотел бы разбираться, то, слава богу, вот это, наверное, и есть хорошая модель. И, наверное, действительно правильно выключать свой интерес к тому, в чем ты разобраться по определению не можешь. Честно, это уже мой такой абсурдно-субъективный, выработанный, причем последние годы подход. То, в чем я точно не смогу разобраться, где меня будут водить за нос, я стараюсь пропускать мимо. Это какая-то большая, красивая аналитическая статья. Чем она больше и чем наукообразнее выглядит, если она не в той отрасли, в которой я действительно могу применить какие-то свои критерии, тем больше вероятность, что я ее читать не стану, потому что я понимаю, ну, блуд просто, скорее всего. Или не блуд, но я все равно никогда этого не узнаю. Я прочту потом следующую и буду верить ей, лучше не блуд читать. Продолжение следует...